Это последний выпуск 2021 года, и в нем я хочу рассказать о том, что мне запомнилось больше всего. Боюсь, начать мне придется с ковида, уж никак не могу этой темой пренебречь. Этот год сделал меня старше на жизнь, потому что ковид коснулся нашей семьи. Я переболела сама и, к сожалению, потеряла отца. К большому сожалению, только после этого трагического события и после всевозможных обсуждений с медиками, и не только, я поняла, что следить нужно за количеством антител к ковиду, то есть прививаться и контролировать, в каком количестве вырабатываются антитела. У меня, например, после полного спутника их было совсем немного, а у отца и того меньше. По поводу течения своей болезни у меня на канале был ковидный дневничок, он доступен и сейчас, вы можете посмотреть, если интересно, но вкратце я перенесла ковид в очень легкой форме. На сегодняшний день в России полностью вакцинировано только чуть более 44%. Это учитывая, что уже вообще-то пора ревакцинироваться, ситуация плохая. За 21 год конспирологические теории о чипах и прочем только усилились, а лидеры антипрививочников обосновались в разных местах нашего интернета и вещают оттуда на ежедневной основе. В России конспирологи очень любят, поэтому они пользуются большой популярностью. Я уже говорила, что в вопросах вакцинации слушать лозу, который уверяет, что Земля плоская, а не ученых, это безумие. Так делать не надо, друзья. Следующая важная тема – это, конечно же, выборы в Государственную Думу, которые прошли в сентябре этого года. И, конечно, дистанционное электронное голосование, которое отобрало победу у всех независимых кандидатов в Москве. В Центральном округе, по которому выдвигался Сергей Митрохин от партии «Яблоко», это было видно очень ярко. Митрохин уверенно побеждал своего соперника Олега Леонова буквально на каждом участке Центрального округа, не считая тех, куда пригоняли военных. Но утром, когда наконец-то опубликовали результаты электронного голосования, все полностью изменилось. Это не может быть просто потому, что не бывает. Вообще, той ночью все было очень странно. Результаты ДЭГа никак не могли рассекретить и опубликовали только очень рано утром. Версии были разные, вплоть до того, что какие-то компьютеры зависели. Вероятно, ждали подсчета голосов на участках, чтобы не получилось 146%. В итоге, во всех округах Москвы по результатам электронного голосования победили кандидаты из списка Собянина, обойдя оппозицию, которая, помимо прочего, была поддержана командой Навального и вошла в список умного голосования. Есть мнение, что само наличие фамилии кандидата в списке умного голосования автоматически не дает ему шанса быть избранным при любых раскладах. Ведь как это может быть? Кандидат, поддержанный врагом народа, которым пропаганда ежедневно называет Алексея Навального, прошел в Государственную Думу и стал депутатом. Это просто невозможно. Оппозиция ринулась подавать иски в суды, чтобы оспорить результаты электронного голосования, но безуспешно. Сергей Митрохин, а позже его коллега по Мосгордуме Михаил Тимонов внесли в Мосгордуму законопроект об отмене электронного голосования. Конечно, это уже никак не повлияет на прошедшие выборы, но не делать этого было просто невозможно. И к тому же, если электронные голосования теперь будут использовать на каждых выборах, вы уже знаете, чьи списки будут побеждать. Политический каток правосудия прокатился по всем оппозиционным политикам. Строго говоря, серьезное давление началось еще с лета 2020 года, когда отравили Алексея Навального. В итоге многие покинули Россию, причем не только политики, но и рядовые активисты и блогеры. Если давление на политиков вещь уже в достаточной степени привычная, то уголовные дела, заведенные на блогеров, нет. Здесь в качестве яркого примера хочу привести ситуацию с Юрой Хованским, которому грозит 7 лет колонии по статье об оправдании терроризма. Якобы в 2018 году он спел песню, дурацкую, конечно, про Норд-Ост, но на самом деле это произошло, во-первых, на закрытом стриме, то есть не публичном, и во-вторых, в 2012 году и срок давности, конечно же, вышел. Тем не менее, Хованский сидит уже полгода и просветы пока не видно. Он пишет из тюрьмы письма, наполненные трагедией, читать их очень тяжело. Закон о СМИ и на агентах заработал в полную силу, что вызвало, конечно, серьезные протесты. В 2021 году СМИ и на агентами были признаны «Медуза», «Проект», «Телеканал Дождь», «Издание важной истории», «Медиазоны» и многие другие. Теперь в этот список стало возможным включить еще и физические лица. И еще под конец года наши власти решили расправиться с российским федерализмом и местным самоуправлением. Проверенные помощники в таких делах депутаты Государственной Думы Клишес и Крашенинников бросили пару законов. Теперь почти все замы мэра Москвы будут назначаться правительством России, а он сам будет назначать глав муниципалитетов. А президент получит возможность снимать любого из нескольких тысяч глав муниципалитетов за утрату доверия. Очень хорошая, в кавычках, конечно, новость для муниципальных депутатов Москвы и тех, кто хочет ими стать. В 2022 году состоятся муниципальные выборы и многие партии и отдельные люди. Активно к ним готовятся. Подготовку ведет и партия Яблоко, конечно же. Я буду достаточно подробно освещать муниципальную кампанию, а также приму в ней непосредственное участие. Это, конечно, далеко не все, о чем я хотела сказать, но если бы я говорила обо всех важных вещах, которые произошли в 2021 году, то мое видео растянулось бы, наверное, на несколько часов. Я буду делать много интересных видео в 2022 году, поэтому прошу вас, ставьте лайк, делитесь этим видео, пишите комментарии и с наступающим вас Новым Годом! Будем надеяться, что он будет более продуктивный, здоровый и счастливый. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова